Ребята, всем привет! С вами, как всегда, Евгений Понюта. В данный момент я отдыхаю в Египте, курорт Хургада. И отельный отдых, это, конечно, хорошо, но спустя какое-то время охота некого разнообразия. А то отель, отель, отель. И вот мы сегодня решили более активно провести свое время и отправиться на остров Парадайз. Но не просто прийти, мы же по морю идем, правильно? Не просто прийти на остров и там загорать и отдыхать. Мне еще в Египте очень зашла такая тема, как дайвинг. Сегодня будет уже мое четвертое погружение вот туда, на глубину Красного моря. Пора уже, наверное, скоро получать сертификат дайвера. Че вот это я как новичок. Напоминаю, что все свои экскурсии мы заказываем на сайте Империя Туризма. В описании есть ссылка, обязательно обращайтесь. Как видите, мы уже отчалили от берега. В принципе, мы это сделали еще минуток 15 назад. И это, я пишу второй дубль, потому что ветер здесь неимоверный. У меня вот такая меховушка, чтобы скрывать вот эти порывы. И вы знаете, сдувает, задувает. Так что, несмотря на то, что сейчас, ну еще пока 27 градусов, потому что утро днем будет 30-31, на всякий случай, вот так осенью, зимой захватите какую-то легенькую курточку. На всякий случай. Не из-за того, что на солнце жарко будет, но вот ветер и правда очень сильный. А ну-ка, ветрометр. Как там показать ветромет? Не, мы вообще-то заныкались в такое более-менее тихое место. Но если мы сейчас прогуляемся на нос корабля, я думаю, вы ощутите, что такое ветер. Фургады. Пока мы перемещались на нос корабля, попутно заскочили на инструктаж по дайвингу, я вроде как все помню, но на всякий случай обновил всю информацию. Изначально, конечно, мы заполнили такой бланк, что ты ничем не болеешь, что у тебя нет никаких противопоказаний. Ну а потом инструктаж, как себя нужно вести в воде. Напоминаю, что во время дайвинга нужно просто расслабиться. За тебя все сделает инструктор. Просто выучи все команды, это все окей. Это не лайк, это поднимаемся вверх, это не дизлайк, это мы опускаемся вниз. Если есть какая-то проблема, показываем щем, глаза, нос, рот и что еще? Ал, напомни, что я забыл. А, ну и типа давай плыви, нечего это дело. Но по графику у нас изначально отдых на острове Парадайз. Мы там позагораем, покупаемся, а потом уже где-то будем дайвить, потому что нас при... Вот как, если на яхте ходят, нас привезут или что? Принесут. Нас переместят в какое-то красивое место, где есть хорошие кораллы, и там уже будем нырять. К слову, вот так выглядит наша сегодняшняя яхта. Как видите, она двухпалубная, двухъярусная. Так, не буду мешать людям. Они по-любому пришли, чтобы сделать фото в стиле Титаника. Вот здесь, на носу корабля. Все, кто не отправляется на морские прогулки на яхте, делают там фото. Так, здесь тоже никому мешать не буду. Прогуляюсь по этой стороне. Ветер, конечно, капец. Возможно, вы его слышите, возможно, нет. Но Алла уже где-то накинула на себя курточку. Вот здесь, к слову, мы проходили инструктаж, и здесь же будет обед. А еще здесь играет музыка, возможно, не переключу. Напоминаю, что на яхте мы всегда ходим босиком. Как только сюда добрались, раздулись, и все. Это оборудование, с которым мы будем сегодня нырять. Вот отсюда. И еще покажу второй этаж. Вот, а я Аллу ищу. Уже в курточке. Охиш теплолюбивая Алла. И второй этаж. Вот так он выглядит. Можно на солнышке лечь, позагорать. Можно посидеть в тенечке. Прибыли мы уже к острову Парадайз. Конечно, яхта прям впритык к берегу не может пришвартоваться. За нами вот приехала, пришла лодочка. Мы сюда все пересядем. И будет вот такой небольшой трансфер на остров. По графику у нас полтора часа пребывания на этом острове. Сейчас мы придем к шезлонгам, зонтикам. Где-то разместимся. Будем купаться в этом шикарном море. Пока проходим вот такие фотолокации. Вот вам качели. Вот это непонятная штука. Где тоже можно сделать красивые фото. И проходили мы через звезду. О, этот. Как называется Алла? Не батут. Гамак. Смотрите, какие здесь аутентичные навесы. Сделаны, походу, из веток пальм. Или из каких это веток. Кто знает, напишите. Вот так это смотрится под ними. Алла, вот разместилась. Прям личный наш навес. Вместо шезлонгов здесь вот такие матрасы. И есть еще кресло. Или как это? Надувная штука. Я вам скажу, мы здесь были примерно ровно год назад. Как раз после того, когда открыли Египет. Ну, сэнки. Предлагают, походу, то ли фото, то ли какая-то менюшка. Напитки. Да, здесь рядом есть ресторан-бар. Но учтите, на острове напитки все платные. Так вот, были мы здесь год назад. И тогда очень мало туристов было. Вот этот пляж был полупустой. То сейчас, конечно, я вам только что снимал вот эти аутентичные навесы пустые. Прошло полторы минуты. И смотрите, все они уже заняты. И туристы прибывают и прибывают. Очень популярное место. И туда еще тянутся места. Если я не ошибаюсь, то это третье или четвертое наше посещение острова Парадайз. И вы знаете, приятно, что каждый раз что-то новенькое в плане инфраструктуры добавляется. Особенно в плане фотолокаций. Гамак, какие-то звездочки. Вот там вдалеке еще есть две качели сразу в море. Можно сделать потрясные фотки. Здесь мы уже сделали фотки. Вот там еще в воде есть столики и типа стульчики. Там я тоже запилил фоточку. Она уже есть в моем инстаграм. Обязательно подписывайтесь. Там самая актуальная информация. Вот еще какая-то конструкция качельки. Короче, прикольно. Вот казалось бы, мы шли купаться, но мы до сих пор не дошли до воды. Потому что обязательно нужно наделать миллион фотографий на телефоне. А теперь обратите внимание, какие на этом пляже разные оттенки Красного моря. От темно-темно-синих до бирюзовых, до вот таких светлых, прозрачных. Да, вода здесь кристально чистая, кристально прозрачная. На солнце нагрелось. Поначалу кажется прохладной, но дельфин со мной. Сейчас узнаем, здесь холоднее или теплее, нежели около отелей. Потому что в предыдущие дни, напомню, около отелей температура Красного моря была плюс 26 градусов. Именно в этой зоне, где мы разместились. А это прямо рядом с местом, куда прибывают вот эти лодки, которые трансфер с яхт. Так вот, около берега здесь очень и очень пологий плавный заход. Вот я уже отошел визуально метров 60, наверное, и мне просто по коленке. Нужно идти до Буйков, чтобы хоть как-то окунуться. А то получается какой-то детский бассейн, а я хочу нормально так поплавать. Ха! Дошел я до Буйков, и мне ровно по пояс. Че-то как-то мелко. Мы вроде как отдыхаем примерно там же, где и в предыдущие разы. Но то ли появились вот эти Буйки, потому что я не помню. Я заходил и нормально нырял. Наверное, вот сюда. В этой стороне, потому что там вода. Темнее, значит, глубже. Сюда и переместимся. Потому что, не знаю, можно было бы плавать за Буйками, но, например, здесь курсирует вот этот парниша на лодке. Может, я ему буду мешать. Может, он мне будет мешать. О! Таки да! Двигаюсь в сторону более темных пятер. Мне сейчас уже будет погрудь. Ого, ветерок! Так, надо сделать охлаждение. О, хорошо! Кайф и лето-то, ребята! Очень хорошо! А вы знаете, а водичка, то есть здесь попрохладней. Ровно 25 градусов. И это на 1 градус меньше, нежели около отелей. Не знаю, с чем это связано. С тем, что близится зима, пускай не так скоро, но все же. Или же из-за того, что мы больше в открытом море. Потому что это же остров. А около отелей как-то быстрее вода прогревается, что ли. Кстати, по количеству яхт можете примерно оценить, сколько сейчас на острове Парадайз отдыхает людей. Все же яхты были заполнены отдыхающими. И вот они рассредоточились по острову, по водичке. Купаются. А если какой-то турист будет себя плохо вести, у него будет трансфер вот на этой лодке, яхте. Интересно, что это за судно и для каких целей. Кто знает, напишите. Какое-то такое старое-старое. Может рыболовное? А новые туристы на остров все прибывают и прибывают. Понятно, что даже наша группа находится здесь полтора часа. И я думаю, большинство здесь по группам часика полтора-два отдыхают. Но здесь бесконечный поток. Одни уходят, уплывают. Другие приходят, приплывают. Вот видите, я не знаю, попадает в кадр сейчас просто толпень новых отдыхающих пополняет ряды посетителей этого острова. Вернулись мы уже на яхту и сейчас время обеда. Давайте посмотрим, что там сегодня в меню. Пока еще никого нет. Итак, рис, макароны, какие-то котлетки. Это даже не знаю что. Овощи, видимо. Салат, салат и какие-то лепешки. Так, я уточнил, что есть что. Ну, рис это понятно. Вот это какие-то куриные котлетки. По центру рыба, справа салат. А у Аллы вот это был картофель. И ты что, без рыбы? Зато с какими-то лепешками. Добрались мы уже до места, где будем погружаться с аквалангом. Как раз в данный момент идут подготовительные работы. Там наш инструктор готовится погружаться. Я вторым, во второй группе буду ныряться аквалангом. А те люди, у кого не включено погружение в Красное море, могут просто заниматься снорклингом. Здесь вот есть. Я думаю, вам видно. Такие темные пятна. Это коралловые островки. И вот там есть рыбки. Можно просто поплавать и понаслаждаться. Но на глубине их должно быть больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что я вам скажу. Четвертое мое погружение состоялось. Все прошло отлично. И я готов к пятому погружению. Серьезно, меня так увлекает этот процесс. Я бы даже сказал, я не столько наслаждаюсь рыбками, сколько я наслаждаюсь самим процессом. Вот почему-то дайвинг мне реально нравится. А вы обязательно напишите в комментариях, погружались ли вы когда-нибудь с аквалангом. А если нет, то хотели бы или все-таки есть какой-то страх. Пока я там плавал под водой. Кое-кто снорклил. А сейчас мы уже, кстати, прибыли во вторую точку для снорклинга. Здесь могут все желающие просто поплавать. Ну я уже, вы же видите, хургадный природный фен. Уже высушил волосы. Как-то уже лень еще раз окунаться в море. Ой-ой-ой. А когда на море качка, мы просто стоим на носу корабля. Или яхты. И здесь что-то немножко качает. И какая же морская прогулка без морских развлечений. Сейчас будут покатушки на таблетке и на банане. И в очередной раз напоминаю. Я всегда голосую за таблетку. Там больше эмоций. А что любите больше вы? Пишите в комментариях. Да, мне сегодня повезло. Все просто катаются в группах. Но поскольку Алла сейчас не будет со мной кататься, потому что она снимает. И получается я без пары катаюсь один. Йоу, четко. Как видите, уже в обмундировании. Хотя плавать я умею. Но пускай будет на всякий случай. Я почти все разы всегда вылетал с таблетки во время покатушек. Или не все. Но очень часто, короче. Итого, вот так активно мы провели сегодняшний день. Скажем так, немножко отдохнули от отельного отдыха. Да, конечно, в этом выпуске немножко, по крайней мере мне, не хватало кадров на мою экшн-камеру. Потому что, напоминаю, я забыл Аквабокс. А посему не смог вам от первого лица показать дайвинг, снорклинг и даже те же покатушки на банане. И, к слову, те кадры, которые вы видели во время дайвинга, это снимал оператор, который работает на этом судне. Кому интересно по поводу стоимости его услуг. Вы же знаете, если вы были на экскурсии, то всегда там есть фотограф, видеограф, который все снимает. Так вот, фотографии у него стоят 20 баксов, видео 20 баксов. А если вы покупаете и видео, и фото, то скидка все вместе 35 долларов. Но мы купили чисто видеокадры. Потому что у нас их нет, а так хоть что-то дай есть. И вы это смогли посмотреть. И я себе на память оставлю, что я какой-то четвертый раз погружался в Красное море. В итоге на этом это видео. Я буду заканчивать с завтрашнего выпуска. Продолжим наш мини-тур по отелям Египта и Фургады в частности. И вот чтобы не пропустить все последующие выпуски, обязательно подписываемся на канал, лайк, колокольчик и снова скоро увидимся. Всем пока!